В 75-ю годовщину Сталинградской битвы на железнодорожном вокзале в Чебоксарах не только провожали и встречали поезда, но и танцевали. В столице республики присоединилась к всероссийской акции Общероссийского народного фронта «Случайный вальс». Ольга Пырочкина подробнее. «Случайный вальс» – это акция тезка знаменитой песни, которая была написана как раз в те дни, когда в городе на Волге советские войска разгромили армию вермахта. Однажды военный летчик Василий Васильев рассказал поэту Евгению Долматовскому свою историю. Солдат-летчик во время войны, во время Сталинградской битвы приезжали мимо одной деревушки, и там проходили какие-то танцы. А солдат-летчик увидел одинокую девушку, которая стояла в стороне, пригласил. Это был случайный танец. После того, как они уехали, он же рассказал об этой истории и просил написать песню, чтобы найти эту девушку, которую звали Зина. В итоге Зина услышала по радио эту песню, обратилась в редакцию, чтобы найти летчика. Но, к сожалению, летчика уже не было. Он геройски погиб. «Летчик погиб», а песня, как говорят про нее, о любви на все времена, осталась. И на Чебоксарском вокзале она напоминала уезжающим и встречающим о трагичной и героической странице в истории нашей страны. Прекрасные эмоции, неожиданно очень. У меня есть толстовка, покажу. Я сама уедела на форум «Волгоград. Наша победа». Я вот потанцевала, у меня немножко прямо аж разогрелась кровь. То есть я же после операции как-то это... Вот. Так что молодцы, что сделали. Вместе с чебоксарцами в этот день вальсировали и жители еще 60 регионов. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика.